Как облажалось российское военное командование? Сколько вагнеровцев осталось под Бахмутом? И в чем слабость российской авиации? Об этом поговорим с военным экспертом Сергеем Грабским. Российское наступление продолжается сейчас. Мы его обанонсировали как нечто глобальное, огромное, бесконечно сильное, мощное и все пробивающее. А вот сейчас оно превратилось в выдавливание на отдельных участках фронта. Как в принципе сейчас происходят вот эти вот ежедневные наступления российской армии? Я тут перелопатил и наших, и российских военкуров, и где-то приблизительно собрал, давайте обсудим, и вы быстренько мне скажете, что да, что нет. Основные проблемы армии РФ в наступлении, в нынешнем сейчас. Первая точность артиллерии. Так ли это? Это так, потому что они действуют по старым схемам, по старым правилам, и артиллерия у них рассчитана на массированное подавление той или иной позиции, что влечет за собой серьезный расход боеприпасов без привязки к какой-то местности. Во-первых. Во-вторых, есть еще такой нюанс, связанный с этим, это отсутствие достаточно хорошей координации между пехотными и артиллерийскими подразделениями. То есть, когда просто не уточняется, не корректируется цель и просто наносится удар по объекту, это второе. А третье, это уже как бы специфика этой войны. Нужно понимать, что они применяют так называемые моднявые штучки, а именно дроны. То есть, вот этот дрон, когда выявляет некую цель, допустим, какую-то условную украинскую позицию, он эту информацию моментально передает уже, ну, оператор дрона передает на артиллерийскую позицию, и они даже не разбираясь, есть там свои подразделения, нет своих подразделений, наносят удар. То есть, это опять же вот об отсутствии координации между подразделениями и о том, насколько она низкоэффективна и даже иногда опасна для своих собственных войск. Еще одна фишка этой войны, о которой мы очень много говорим, это контрбатарейная борьба. Насколько я читал, даже по высказываниям расистских военкоров, у них проблемы с контрбатарейной борьбой. С точностью, а самое главное, с быстротой реагирования, даже когда они обнаруживают с помощью там всех этих своих зоопарков и чего-то там еще, где находятся наши гаубицы, где находятся наши орудия. Да, абсолютно, в этом тоже есть, не то что дуля правда, а в общем-то это правда и есть, потому что россияне, опять же, действуя методичками прошлого века, вот реалии такие, ничего не сделаешь, они как бы сталкиваются с ситуацией того, что нужно как бы подавлять системы, а мы действуем совершенно по-другому. Для нас в случае контрбатарейной борьбы нет необходимости сосредотачивать в одном месте, на одной позиции определенное количество орудий. Система координации взаимодействия позволяет вести огонь с разных позиций по одной локации, что приводит к тому, что противник просто тупо дезориентируется, он не знает в какую-то сторону бить, откуда исходит угроза. Мало того, скорострельные системы наши позволяют сделать там за определенное время энное количество выстрелов и уйти быстро с этой позиции. То есть машины нет, снаряды еще летят, и они попадают один за другим в цели, а противник, в общем-то, уже опаздывает с этой реакцией, что приводит к очень серьезным потерям, если мы говорим конкретно об аспекте контрбатарейной борьбы. Углидар показал, что они брут колоннами на минные поля, идут через них, при этом даже машины разминирования впереди не идут. Иногда идут, но в основной массе свои вот эти самые яркие медийные поражения, там не было машин разминирования, урок. Почему так происходит? Они не знают, где находятся минные поля. Ну хорошо, ну окей, наткнулись, но дальше же должна быть какой-то алгоритм действия. Наткнулись на минное поле, отошли, загнали вперед машины разминирования и все. Я всегда вспоминаю анекдот, который ярко иллюстрирует эту ситуацию. Когда капитан спрашивает, вернее солдат спрашивает у своего капитана, говорит, товарищ капитан, а как воюют хохлы? Он говорит, об этом никто не знает, тут еще никто не возвращался. Примерно вот здесь то же самое. То есть феноменальной особенностью российской армии, я просто помню это еще с советских времен, это отсутствие горизонтального взаимодействия и обмена информацией между подразделениями. Даже те, которые осуществляют замену тебя на боевых позициях. То есть они в деталях просто не передают информацию, не знакомят своих следующих, если кто-то уцелел после первой волны. А последующая волна, она повторяет те же самые алгоритмы, которым их обучали всегда. То есть для того, чтобы осуществить наступление, нужно колонну построить в походный порядок, потом развернуть в предбоевой порядок и в боевой порядок. И в этом нигде не написано, что нужно проверить участок места на наличие мин. Часто, густо, просто не хватает этой инженерной техники, а задачу приказывают выполнить уже и немедленно. И поэтому на авось, который тоже нельзя снимать с вооружения нашего, а может российского, ну не знаю, с какого-то чего-то вооружения, они точно так же и действуют. Причем, знаете, я вспоминаю разговор с одним из своих друзей, который рассказывал, как они брали в плен танкиста под знаменитой Белогоровкой. То есть там, где вот они осуществляли переправу. Ему говорят, ну как же вы наступали, вы что не видели, что это типа побитая техника стоит? Ему ответили, а нам командиры сказали, что это украинская техника. Так на ней же стоят ваши отметки. А нам сказали, что это Украинской специально намалевали, чтобы скрыть свои потери. И мы, говорят, шли с уверенностью, что мы наступаем на уже проверенную территорию и получили результат, который они получили. Здесь ситуация примерно то же самое. Отсутствие взаимодействия, отсутствие координации, наплевательское отношение старшего командного состава к младшему командному составу и к рядовому составу. Это болезни, которые следуют за российской армией еще с советских времен. И ничего нового я, например, здесь не вижу. Для меня вообще не вызывают удивления такие действия, которые мы сейчас наблюдаем. Объясню нашим зрителям. Есть такая машина, она чаще всего гусеничная, на которой стоит специальная такая пушка-не пушка, но вот как метатель, который выстреливает вперед на несколько сотен метров два столстенных шнура со взрывчаткой. Эти шнуры падают под собственным весом, потом их подрывают, и вместе с ними взрываются все мины, которые находятся в радиусе их действия. Это называется машина разминирования. По-моему, УР-77, что-то такое у меня в памяти. По идее, по идее, там, под угледаром, каждая вот такая колонна, о которой вы говорили, должна быть снабжена, оснащена несколькими такими машинами. Почему такого не происходит? У них что, дефицит этой техники? Да, банальный дефицит техники, банальное непонимание того, что от них требуется, и банальное презрение командиров к своему личному составу. Вы знаете, здесь еще один военно-исторический анекдот, когда в октябре 1941 года Сталин требовал своих генералов наступать, они бросали в бой свои войска, и войска не самоуничтожались, а уничтожались нацистами, после чего генералы заявляли, что Сталин наступление невозможно в связи с отсутствием войск. Примерно в таком же аспекте развиваются боевые действия сегодня, потому что бойцов, их бойцами трудно назвать, это больше военные преступники, но этот ресурс никто не бережет по принципу «это никому не надо». И командир отвечает за свою жизнь, сидя где-то там минимум в 800-1,5 километрах от линии фронта. Как правило, в атаку с бойцами идет, может быть, один человек какой-нибудь в офицерском звании, который так называемый «бывалый», которому тоже как бы все равно, он думает о том, как бы ему спрятаться, а о выполнении приказа уже речь идет очень условно. То есть, знаменитым русским матом они и мотивируют людей. Вот с этим и связана такая просто преступная неподготовка к проведению таких наступательных операций, отсутствие какого-то серьезного планирования, ну и попытки нахрапом занять наши позиции. Выходит это у них иногда? Да, у них иногда выходит, но соотношение потерь там просто безумное. Ну, те, кто добился этого нахрапа и успешного продвижения, ну, наверное, получают какие-то звездочки, какие-то ордена, я не знаю. Звание есть. Есть и есть такой Мурадов, который получает новое звание за положенных морпехов под Углидаром. Ну вот еще одна проблема российской армии в этом нынешнем наступлении, о которой очень часто именно вы пишут, это снабжение МТО перед КАК, то есть линии фронта. Если у нас очень часто, чаще всего, БТР или БМП или М113, какой-то бронированный автомобиль, подскакивает к линии фронта, что-то подвез, что-то забросил, забрал раненых, то это то, что они пишут, что они видят, то у них раненые 40 километров или там сколько там, идут пешком на одной ноге, ковыляют сами с линии фронта до госпиталя, или до штаба какого-то, до располаги. У них такого нет. Наблюдаете ли вы такое? Да, это опять же старинная болезнь еще советской армии, когда речь шла о массовом использовании как бы войск, боевых подразделений, и экономия в боевых действиях сводилась к тому, что ликвидировались именно части обеспечения. Вообще, насколько я помню, в условиях планирования недостаточно внимания уделялось таким вопросам, как медицинская эвакуация, обеспечение передка в различных видах боя, потому что российская логистика заканчивалась там, где заканчивались железные дороги. Всегда. Даже тот автотранспорт, который выделяется, он имел достаточно высокую грузоподъемность, но для того, чтобы быть слишком видимым и быть уничтоженным при попытке приблизиться к линии фронта. Ну, а я сомневаюсь, что штатный КАМАЗ будет использоваться для обеспечения как бы взводного опорного пункта, да даже и ротного опорного пункта. Поэтому эта болезнь у них историческая, и знаете, интересные были показатели, где-то мне попадались на глаза, о том, насколько большое количество раненых поступало с газовой гангреной. Газовая гангрена означает, что человеку не предоставлялась медицинская помощь как минимум в течение 48-72 часов, что серьезно повышает санитарные потери и в общем, и безвозвратные в частности, потому что процент восстановления у них как бы соответственно уменьшается. Если у нас вопрос о медицинской эвакуации в частности и вопросам обеспечения уделялось достаточно много времени, и причем это, знаете, уже вопрос обговаривается на народном уровне, потому что мы прекрасно понимаем, сколько пикапов нужно, какая помощь, какие виды лекарств, перевязочных материалов, как выглядят аптечки и все, у нас даже ребенок, наверное, это знает, то у них об этом не знает никто. И достаточно посмотреть, чтобы понять глубину этой проблемы на так называемую индивидуальную аптечку, которая до сих пор состоит из жгута эсмарха, какого-то бинта, не всегда даже стерильного и так далее и тому подобное. И сравнить ту индивидуальную аптечку с тем, что мы носим, вот у меня на столе лежит моя аптечка, можно даже показать. Так что не... Вот это вот по сравнению с тем, что имеют русские, это небо и земля, в общем-то. Вы говорили о взаимодействии, плохом взаимодействии между частями, между различными службами, условно говоря, артиллерия, прихода, разведка и так далее. Почему это происходит? Проблемы со связью? Или же просто доплевать их всем? В общем-то, из связи доплевать. Причем, знаете, вот когда нас пугали, ну, как иллюстрация, когда нас пугали, что Россия сосредоточила мощную группировку военно-воздушных, военно-космических, вернее, сил, где там космос, непонятно, на границах с Украинами, вот они будут наносить удары, это вызвало у меня просто слезы умиления и очень такую однозначную реакцию, потому что Россия никогда не организовывала взаимодействие межвидовое. То есть, использование таких дорогих игрушек, как самолеты, в большинстве случаев, могло бы привести к гибели личного состава. Во-первых. Во-вторых, даже на уровне планирования Российская Федерация никогда не проводила массированных авиационных ударов. Почему? Потому что это высокий уровень взаимодействия. Это высокий уровень взаимодействия, и, скажем так, они просто не умеют это делать. Нужно понимать, что, несмотря на то, что Россия вела боевые действия, но, знаете, опять же, использование авиации, нужно понимать по-всякому, авиация бывает разная. Бывают военно-космические силы, если мы говорим о российской авиации, и есть авиация сухопутных войск, то есть вертолеты. Даже вертолеты они толком задействовать не умеют, и вертолеты там причиняли в той же Чечне достаточно серьезные беды для своих собственных войск. Да, тотальное отсутствие взаимодействия. И причем, знаете, там просто феноменально высокий уровень секретности для того, чтобы, как у нас говорят, поширить информацию между своими коллегами. Хотя боевой устав требует знать у тебя, кто у тебя сосед слева, кто у тебя сосед вправо. И их задача. Но даже этого не происходит, потому что это же надо кого-то куда-то послать, это же нужно организовать взаимодействие, там таблицы связи, таблицы сигналов и так далее, и тому подобное. Это достаточно сложно, и они вряд ли уже когда-то научатся этому. У них уже на это время нет. По взаимодействию это же действительно удивительная какая-то штука. Ну, военная история помнит, как во время Второй мировой войны в Нормандии, да, там американские самолеты наносили удары практически по своим же войскам на линии фронта именно из-за отсутствия взаимодействия, да. Когда они выходили с полуострова Катантен, когда вот происходили все вот эти вот высадки в Нормандии. Но, насколько я понимаю, по случаю в Дейр-Раззор, да, когда вот вынесли Вагнера полностью абсолютно, повы, вызвала пехота, вызвала авиацию, и авиация все очень нежно, аккуратно вынесла к монахам на концерт к тогда еще живому Кобзону. Есть еще один, они этому не учатся, и есть еще один очень важный ключевой момент, который сами же московиты и отмечают. В Украине огонь артиллерии может вызвать сержанта. В России, я скажу так, что, наверное, и капитан не всегда способен вызвать огонь артиллерии или управлять как бы таким видом боевого обеспечения, как артиллерийский огонь. Вот это достаточно. Авиация – это вообще что-то запредельное, наверное, не всякий полковник даже может вызвать авиацию, я так подозреваю. Вот это то, что нужно понимать об уровне взаимодействия. То есть и другой нюанс – это вот это скотское, рабское подчинение младших старшим, причем, знаете, есть такое высказывание, что в российской армии сержант – это солдат с лычками, но я скажу так, что в российской армии и офицер – это солдат просто со звездочками. Вот и все. Такое же ограниченное мышление, такое же отсутствие инициативы, что, в общем-то, приводит к таким бедам, которые они уже исправить не смогут. И это все влияет на мотивацию. Это один из главных проектов, о которых все говорят. Вы знаете, в общем-то, да, но тут есть еще один нюанс. Средняя продолжительность жизни мобилизованного на фронте 60 дней, он просто не успевает понизить свою мотивацию, просто быстро утилизирует, если можно так сказать. Ну, тем не менее, да, там мотивация, там, расисты, условно говоря, в большинстве своем не особо понимают, ну, там штампы какие-то пропагандистские в голове есть, но они не особо понимают, за что они воюют. Плюс ко всему, ну, наличие за спиной заградотрядов тоже не вселяет особого оптимизма. Они, кстати, есть до сих пор? А вы знаете, ну, наверное, где-то, я не скажу, что это массовое явление, наверное, на каких-то участках, как бы, они могут быть, и в основном заградотряды используются в обороне. Ну, вагнеровцы, они применяют методы показательной казни, там, если кто-то снялся с позиций, но это, как бы, единичный случай, я думаю, что у российской армии такого массового явления пока нет на сегодняшний день. Ну, вы знаете, что меня тоже, как бы, смущает во всей этой истории нашей с вами, что, несмотря на то, что и продолжительность жизни у них небольшая, и они испытывают колоссальные проблемы с обеспечением, они не просят прекратить эту войну. Они просят разобраться, чтобы что-то там исправить, подправить. И здесь, знаете, говорится, ну, имеется в виду, и я бы говорил о мотивации, потому что таким образом они еще не слишком демотивированы для того, чтобы осознать катастрофичность своей ситуации и самоубийственное свое положение. Они до этого еще не дошли. Вот насколько сильна пропаганда, и вот этот феномен нужно нам еще будет с вами изучать и изучать. Не могу обойти. Наверное, самая мотивированная часть российской армии, да, это ЧВК Вагнер, которая вроде бы как и не является частью, но тем не менее, вроде бы как и не частью. Действительно ли, как сказал Пригожин, российская армия ни на что не способна без ЧВК Вагнера, и он является основной фронтой? Ну, вы знаете, я бы теперь сказал не только без ЧВК Вагнер, а и без других ЧВК. Потому что, как это ни странно, на сегодняшний день ЧВК становится достаточно такой серьезной силой в российской армии, но там мотивация исключительно за деньги. Там мотивация исключительно за деньги, но, знаете, здесь как бы есть другая сторона медали, я специально как бы пытался изучить этот вопрос, ну и понимая коррупционную составляющую этого всего, то есть деньгами-то заманивают большими, только вот кто эти деньги получает? Кто эти деньги получает? Потому что нет человека, нет проблемы. Человеку можно пообещать миллион, бросить его в бой, он погибает, этот миллион спокойно ложится в карман тех менеджеров, если их можно так назвать, потому что командирами их трудно назвать, которые стоят у них за спиной, и другого как бы контингента, который за это отвечает. Поэтому я бы не настолько демонизировал вот эту вот ударную силу вагнеровцев, но, знаете, даже рассматривая вопрос привлечения зэков, я всегда отмечал такое, что, уважаемые друзья, поймите правильно, что то, что мы видим в американских фильмах относительно тюрьмы, когда мы видим там огромных громил, которые целый день занимаются тем, что, так сказать, гири, штанги там и занимаются рукопашным боем, это не про русские тюрьмы. Российская пенциарная система, она изначально была предназначена для того, чтобы подавить морально и физически объекта, который по неосторожности или сознательно попал на зону, и большинство воров в законе не выглядят какими-то там ужасающими убийцами или громилами. Это достаточно тихие и физически слабые люди, и как большинство зэков. Поэтому говорить о том, что это какая-то высокомотивированная и, скажем, как боеспособное формирование, я бы не стал, честно говоря. А, опять же-таки, еще одно высказывание, не могу с вами не обсудить, вот это высказывание о том, что Чавака Вагнера блокируют город, и чтобы его разблокировать, украинцам необходимо заблокировать самих наемников. Он там что-то про пирожок какой-то рассказывал, какая-то удивительная для меня ассоциация с пирожком. И для этого ВСУ уже создала ряд группировок в Славянске, Северске, Часовом, Яру и Константинке. Потому что, мол, типа, Вагнер окружает, а Украина будет окружать, создавая такой двойной пирожок. И тем самым уничтожая Вагнера. Может ли быть ситуация двойного окружения? Ну, в принципе, может, но это называется ситуация блокирования и деблокирования. То есть, есть группировка, которая заблокирована, есть группировка, которая разблокирует. Но, а в чем тут роль Вагнера, непонятно. Потому что, ну, я имею большие сомнения, что вагнеровцы удержат такую деблокирующую группировку, если она, организовав взаимодействие и координацию, будет давить с двух сторон. Поэтому это уже, знаете, это какое-то, наверное, подбадривание своих, чтобы как бы как-то мотивировать их уже на таком примитивно-тактическом уровне, когда ты уже действительно смотришь в глаза смерти, и тебе надо что-то рассказывать такое, что, знаете, ну, как бы может тебя мотивировать к тому, чтобы ты еще пять минут трепыхался, чтобы ты поднялся и побежал на пулемет, и там героически или не очень героически, но погиб. А сколько вообще в процентном соотношении сейчас осталось там в районе того же Бахмута, да, а вагнеровцев, регуляров или других ЧВК? Очень трудно сказать, но если говорить о тех потерях, которые несут вагнеровцы, ну, и постоянной заменой их другими подразделениями, стараясь избегать высказывания мотивированными там высококлассными подразделениями, потому что от них осталось только название, ну, скажем так, из того, что мы видим, вагнеровцы наступают на отдельных группировках. Сказать, что безуспешно я не могу, то есть какой-то уровень мотивации или принуждения в этом есть, но, по моему мнению, они составляют где-то порядка 30-35% от группировки противников. Малая штурмовая группа, которыми вот наступал Вагнер под Бахмутом, которыми они смогли вытеснить солидар, тактика российских войск, например, криминная и угледар точно такая же? Или все-таки Вагнер наступает по-своему со своей тактикой, а регуляра по-своему? Вагнер наступает по-своему, они как бы не отягощены вот этими вот обязательными рутинными процедурами. Вы же понимаете, у Вагнера нет такого очень важного деструктивного фактора, как военный прокурор. Да. И нужно понимать, что они могут проявлять некую творческую жилку для того, чтобы осуществлять свои наступательные действия. Армейцы такого себе позволить не могут. Прокурор всегда спросит командира в случае неудачи, а почему, собственно? Если командир не докажет, что он действовал в строгом соответствии с уставом, как от него требуют наставления по оперативной подготовке, боевой устав и другие документы, командир будет отвечать. Ему это надо, ему это не надо. Поэтому и матрица, и протокол действия военных отличаются от того, как действуют вагнеровцы. Хорошо. В чем слабость современной российской армии в наступлении, мы поняли. Кстати, на самом деле, буквально недавно появилось заявление Асырского, одного из наших командующих, о том, что в Бахмуте мы удерживаем и уничтожаем самые боеспособные части российской армии. И если Бахмут смогут взять в течение ближайшего времени, насколько я понимаю, то тогда у них освободятся силы для большого контрнаступления на другом участке фронта. Насколько это так? С этим можно спорить. Почему? Потому что нужно понимать, что те силы, которые задействованы на бахмутском направлении, они тоже находятся в состоянии постоянного боевого воздействия. Им нужно будет какое-то время для восстановления боеспособности. С другой стороны, можно предполагать, что это добавит некой такой эйфории. И объективно, да, безусловно, силы некие освободятся. Даже если мы посмотрим, что линия фронта будет выровнена, то, безусловно, часть сил будет освобождаться. И эти несколько тысяч могут действительно повлиять на ситуацию на других направлениях. Поэтому речь идет о том, что мы сейчас удерживаем Бахмут, исходя из той концепции, о которой мы всегда говорим, концепция маневренной обороны, то есть нанесение максимально возможного урона противнику для того, чтобы дальше они просто потеряли и желание, и любую возможность осуществлять какие-либо наступательные действия на любом участке фронта. То есть измотать их до предела настолько, чтобы они просто отказались от самоидеи проведения наступательных операций. Мы поговорили о том, чем слаба нынешняя российская армия в ее этом нынешнем наступлении. Чем она сильна? Они не жалеют своей ресурсы, и она сильна тем, и это мы как бы видим по характеру боевых действий, что она массово может использовать, я бы сказал, в достаточно эффективной манере свои пехотные подразделения. То есть суть какова? Пехотные подразделения, ну как мы уже обговаривали, штурмовые группы максимально сближаются с позициями украинских сил обороны, максимально они пытаются использовать свою огневую мощь, которая объективно у них больше, потому что у них просто физически больше стволов, больше снарядов, больше ресурсов. И они уже пытаются как бы вести такой ближний бой. И в чем суть этого ближнего боя? Преимущество обороняющихся здесь минимальное. Потому что обороняться можно, когда на тебя идет 2-3 человека, можно как-то там распределить усилия, организовать взаимодействие. Что когда на тебя идет 20-30 человек, простите, любая теория вероятности, любая математика скажет, что даже плотность пуль, которая выпускается из оружия, она гораздо плотнее. И если добавить сюда еще просто уничтожающую плотность огня, то просто физически там негде воевать. И мы вынуждены откатываться. И вот это называется вдавливание. То есть мы успеваем выбить какую-то часть людей, достаточно значительную часть, но они используют вот эту тактику, которая объективно говоря, да, приносит им некие результаты. Поэтому они пробиваются таким способом. Или они используют другую тактику. То есть когда они, например, засылают группу, не считаясь потерями, группа несет существенные потери. То есть из взвода остается 2-3 человека, но они закрепляются где-то в развалинах, и им постепенно там по одному, по два подбрасывают дополнительные ресурсы. И они с этой же позиции, с этих выгрызенных 10-20 метров пытаются пробиваться вперед. И в этом-то и сила их, в общем-то. Потому что техника, у них большое количество техники, но эффективно они не использовать не могут. Взаимодействия и координации у них как таковой нет. Эффективно там изменять методику ведения боевых действий. Они не способны от слова совсем. То есть пока они могут, они используют эту методику такого людского вала. То есть если раньше мы говорили об огневом вале, то сейчас о людском вале. Причем отсутствие координации, нанесения ударов по нашим объектам тоже играет достаточно большую роль. Потому что, знаете, если так вот суммировать, российская армия сильна своим презрением к своему личному составу. Вот они настолько презренно относятся и без всякого пиетета и уважения к своему личному составу, бросая его в бой на совершенно безнадежные, но тем не менее результативные действия, что в этом их собственная сила заключается. Знаете, некое уже... Это выходит за рамки человеческого восприятия. Это просто как такие вот машины. Которые идут вперед, и их никто не жалеет. Что мы можем им противопоставить? В этих условиях все, что мы можем противопоставить, это дальнобойные средства поражения. Мы можем противопоставить разведку. Мы можем противопоставить организацию взаимодействия и наличие собственного ресурса. Потому что, знаете, можно иметь феноменально подготовленных бойцов, но если у нас будет там ответка на 5 российских снарядов, один наш снаряд, этого недостаточно. То есть, ресурсная подготовка, ресурсное обеспечение должно иметь место. Потому что можно иметь там еще 10-20 «Хаймерсов», но к этим «Хаймерсам» иметь там ограниченный комплект ракет, ну зачем тогда идти «Хаймерсов»? Если же мы имеем артиллерию и достаточное количество ресурсов, тогда мы можем говорить о том, что мы можем как бы противостоять. Даже, знаете, грубо говоря, можно выдать солдату условно немецкий пулемет, мною очень любимый, но к нему выдать не 650 патронов, а 250 патронов. И что я сделаю с этим пулеметом? Отстреляю 250 и дальше что? То есть, использовать его как дубинку? Ну, наверное, нет. Поэтому ресурсное обеспечение вкупе с персональной подготовкой и воспитанием именно инициативы ответственности младших, средних, ну и высших командиров – это как бы те необходимые действия, которые позволят нам а, минимизировать наши потери, б, достигнуть больше эффективности, знаете, перейти в идеале к концепции так называемой бесконтактной борьбы, когда мы просто не будем подпускать противника ближе к нашему позициям. По вашим наблюдениям, насколько увеличилось по сравнению с прошлым годом возможности западного ВПК производить необходимые и дефицитные у нас боеприпасы? 155-й калибр, Хаймарсы, да даже просто патроны, мины, стволы к пулеметам и так далее. Ну, определенный рост есть, я знаю, насколько он велик. Не намного, потому что мы сейчас только в начале этого пути, понимаете, есть еще такое понятие, как бюджетные процессы и процессы финансирования. То есть, нужно понимать, что в Соединенных Штатах финансовый год начался в октябре, и там как бы этот процесс идет немножко быстрее. В других странах финансовый год начинается с основного года, календарного, поэтому, сами понимаете, выделение, распределение средств, выделение средств, проведение тендерных, ну, то есть, обязательно, к сожалению, демократических процедур по закупкам и распределениям, оно занимает время. И несмотря на то, что люди прекрасно понимают, что это надо уже здесь и сейчас, все равно есть такие вещи, которые мы перепрыгнуть не можем, грубо говоря. Успеют выйти на ИСКОМ и Резниковым Министерством обороны и залуженном объемы хотя бы там 350 тысяч в месяц снарядов? Знаете, успеют-то успеют, но когда? Когда? То есть, к осени, да, безусловно, но снаряды нужны нам здесь и сейчас. Вернее, они нужны не только нам, они нужны всему цивилизованному миру, потому что все прекрасно понимают, что любая война, она влияет не только на противопорствующие стороны, наверное, на окружающие страны. Почему-то даже Китай зашевелился, потому что он испытывает некие неудобства с перевозкой своих товаров в Европу, потому что война, потому что ограничения, потому что это увеличение стоимости, кружности маршрута и так далее и тому подобное. Война не нужна никому, это все понимают, но если для нас война – это смысл нашего физического существования, как нации, как страны, то другие как бы на это смотрят немножко по другим углам зрения. Поэтому мы должны как бы неустанно давить на, простите, мозжечок, чтобы решения принимались более быстро, более эффективны для нашей общей пользы, подчеркиваю, для общей. Все, отлично. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.